Привет! Это Чихуахуа Софи и мой видеоблог. Как и обещала в предыдущем видео про приучение Чихуахуа к туалету, сегодня я расскажу про то, как приучить ходить Чихуахуа в туалет на улицу. Итак, предположим, ваша собачка уже гуляет на улице, но в туалет продолжает ходить дома. А вы хотите, чтобы она начала ходить в туалет на улицу. Что для этого нужно сделать? Во-первых, начните выводить щенка или свою собачку на улицу как можно чаще, минимум 5-6 раз в день. Хвалите ее сразу после того, как она сходила в туалет. Не забывайте угощать лакомством. Не спешите сразу бежать домой. Обязательно поиграйте со щенком или вашей собачкой хотя бы 10 минут. Следуйте правилу, все игры только после того, как собака сходила в туалет. Выводите собачку всегда после сна и после еды. Заведите себе блокнот, в котором отмечаете, через какое время после еды игры щенок или собачка писает и какает, а затем в соответствии с этими зависями составьте график прогулок. Как только вы приучите ее ходить в туалет только на улице, начните постепенно увеличивать интервал между прогулками. То есть ходить не 5-6 раз в день, а например 3-4, потом 2-3 и так далее. Поможет, конечно, еще то, если щенок видит, как делают это другие собаки на улице. Еще один дополнительный вариант, это, например, промахнуть бумажку в туалет собачки дома и вынести его на улицу, когда пойдете гулять. Эту бумажку положите на землю. Собачка или щенок узнает свой запах и поймет, что на улице тоже можно ходить в туалет. Если же вы оставляете щенка или собачку на длительное время одно, ограничите пространство. Например, одной кухней или коридором, какое-то маленькое помещение. И убедитесь, что у собаки нет проблем со здоровьем, которые мешают контролировать процесс мочеиспускания и дефекации. В любом случае, будьте терпеливы. Физиологически щенки могут терпеть уже после 4-х месячного возраста. Хотя все очень индивидуально. Многие собаки перестают ходить в туалет дома только после достижения ими годовалого возраста. Итак, еще раз повторимся очень кратко. Гулять очень часто, но постепенно все реже и реже. Запоминать примерное время. Похвалить за то, что сходили в туалет на улице. Поиграть после того, как сходили в туалет на улице. Посмотреть, как это делают другие собаки. Почувствовать свой запах на улице. В конце концов, собака сама начнет проситься в туалет на улицу и перестанет делать это дома. Спасибо большое за внимание. С вами была Чихуахуа Софи. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте. Ссылки есть в описании и будет вам счастье. Пока-пока.